Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте! Завидуйте! Я гражданин Советского Союза! Привет, я Роман Циболь, корреспондент Унион Москвы. Сегодня поговорим о паспортах и гражданстве. Дело в том, что паспорт это не только принадлежность к государству. Хотя это немаловажный факт, естественно. Во многом это еще свобода передвижения и возможность жить там, где ты хочешь. Наверное, вот эта вот возможность перемещаться по этой планете, ну, самое большое достижение современной цивилизации, пока она сама себя не уничтожила. Вчера, в то время как российские судьи судили украинских военно-пленных моряков, Владимир Путин тоже не сидел без дела. Глава российского государства вчера подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей. И, казалось бы, откуда взялось это решение? Вот об этом мы, собственно говоря, сегодня и поговорим. Но перед тем, как начать эту прекрасную беседу, надо обязательно посмотреть, как отреагировал офис Зеленского. В офисе президента с грустью и негодованием встретили известие о продлении ареста 24-м украинским морякам. Что пишет пресс-служба нашего главы государства? Они считают, что этот указ направлен на украинских граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях. Еще у Зеленского решили разработать механизм предоставления украинского гражданства по упрощенной схеме для этнических украинцев, которые живут в странах, которые нам близки, ну и для людей, которые страдают от деспотии, тирании и нарушения своих прав в других государствах. Ну, так сказать, тонкий намек на Российскую Федерацию. И знаете, что в России уже на это отреагировали? Пресс-секретарь президента России сказал прямо, Россия не признает двойного гражданства. Это значит, какой бы паспорт гражданин России не получил в качестве второго, третьего, для своей главной или первой родины, он все равно будет оставаться гражданином России со всеми вытекающими правами и, главное, обязанностями. Кстати, украинское законодательство в данном случае идентично. Все эти ребята, которые получат российские паспорта по упрощенной схеме, для государства Украины будут оставаться гражданами Украины. Жалко, что некому спросить у Владимира Путина, почему он не пошел на упрощенную систему выдачи российских паспортов до 2014 года. Ну, согласитесь, если ты хочешь принимать в свое гражданство иностранцев, то не обязательно нападать на соседнюю страну. Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность которым руководство России неоднократно декларировало. Здесь должен не согласиться с офисом президента Украины, поскольку российские декларации не имеют ничего общего с реальной жизнью. Но на самом-то деле этот указ, он возник не вдруг и не случайно. Действительно, свой указ об упрощенном гражданстве для оккупированного Донбасса Путин подписал 24 апреля. Потом, 29 и 30 апреля в Ростовской области были созданы специальные центры для получения российских паспортов. А потом произошло следующее. Путин провел прямую линию и ему рассказали вот о такой категории людей. Недавно вы подписали указ, которого ждали многие жители Донбасса об упрощении получения российского гражданства. Беженцы из народных республик разбросаны по всей России. Включаем Татарстан, набережные Челны и наш корреспондент Егор Голыванов. К этому включению из набережных Челнов мы еще вернемся. Но что говорит российский ведущий Зарубин? Он говорит о беженцах из народных республик Донбасса. Только мне это режет слух. То есть, смотрите. Эти товарищи усилиями всего российского государства, усилиями российской армии, которая почему-то уходила в отпуск, оккупировали часть украинского Донбасса. И теперь они размышляют о беженцах из этих так называемых или псевдо-народных республик. Подождите. Территорию освободили от Украины. И после этого появились беженцы. Вам не кажется, что здесь немножечко с логикой проблемы? Татарстан, набережные Челны, на связи. Мы с вами находимся в гостях у большой семьи Люльковича. Семьи, в которой сплелись русские, украинские, белорусские корни. Ну, а они сплелись эти украинские, белорусские, русские корни не просто так, ну, как бы, чтобы все прекрасно понимали, что это все один большой разделенный народ. Так сказать, чтобы у зрителя прямой линии это всегда откладывалось в голове. А это вот, собственно, Елисей, один из девяти детей Люльковичей, с которыми они все вместе вынуждены были уехать из Донбасса и вот приехать сюда, искать убежище здесь, в Татарстане. Пойдемте со мной, Елисей, я знаю, что ты тоже в набережных Челнах ходил в музыкальную школу, но бросил. Почему? Ну, были проблемы с деньгами и сложились сложные семейные обстоятельства. Вот оно как. У людей, у семьи проблемы с деньгами после эвакуации на территорию России. А в российском телевизоре все время рассказывали о том, что здесь медом намазано, что здесь все хорошо, всех обеспечивали так, как необходимо. Но это не единственная сложность, с которой сталкиваются граждане Украины, которые решили бежать из объятого войной Донбасса на территорию Российской Федерации. Владимир, я вот расскажу, что вы приехали, семья приехала из Держинска, как это ныне водится на Украине. Сейчас это Торецк, да, в 2014 году. Объясню, Держинск, это вот на линии между Славянском и Горловкой. Мы все помним, какие сводки оттуда приходили в 2014 году. Не только помним, какие сводки приходили, мы помним, почему они приходили. Плосковой ключок войны нажал я. Кать, покажи мне, что у тебя здесь, да? А вот, собственно, снаряд, который упал над территорией нашей школы. Осколки, да? Ну, в общем, по-моему... А, да, осколки, осколки. Самый-самый говорящий, да, вот аргументы, поясняющие, почему семья, собственно, оттуда уехала. Любой нормальный человек, любой глава семейства увезет свою семью из зоны боевых действий. Однако, чем отличаются пропагандисты или люди, которые занимаются информационными преступлениями от всех остальных журналистов? Потому что всегда полуправда, а полуправда это ложь. Давайте-ка зададимся простым и логичным вопросом. Откуда эти осколки взялись? А, да, их, наверное, привезли эти ребята, которые служили в российской армии, уволились или ушли в отпуск и поехали воевать в Украину. Но откуда им взяться? Потому что пока отпускники или российские граждане не отправились на восток Украины, кстати, после оккупации Крыма, решать военные вопросы в Украине, вот этих вот штучек не было в нашей стране. А теперь они появились. Владимир, вот с 2014 года вы пытаетесь как-то легализоваться в России, но дальше статуса беженцев у вас продвинуться так и не получилось, я понимаю, да, почему? Ну, потому что семья большая и приходится жене было оформить статус временного бежища, которое практически ничего не дает, там все упирается в налоги, потому что круг замкнутый. Добро пожаловать в Россию. Действительно, реальность сильно отличается от того, что показывают по телевизору. Ну и тут еще надо, конечно же, уточнить, что Дзержинск около 3-4 месяцев, да, он был в составе Донецкой Народной Республики, но сейчас он находится под контролем вооруженных сил Украины, поэтому формально в состав ДНР не входит. Слава богу, большинство оккупированных Россией, городов на территории Донецкой и Луганской области были освобождены и они фактически могут жить без ужасов русского мира, свободно перемещаться, пользоваться благами цивилизации и жить без комендантского часа. Вот семья тоже решила, очевидно, после прихода Луганды в свой город эмигрировать, по сути, переехать в Россию. И я не готов их осуждать, потому что, повторюсь, мы люди свободные, каждый может жить там, где хочет. Значит, внимание, вопрос, почему эти люди не уезжали в Россию до того момента, пока не пришел Гиркин и остальные товарищи. Значит, было все нормально, а приход русского мира в таком извращенном виде заставил людей бежать. Хожие проблемы и даже местами хуже было. У меня с братом было разрешение на временное проживание и в один момент нам выписали два штрафа. И вы были даже, собственно, полгода. И находились в центре временного содержания иностранных граждан. Пока не получили статус бежать. Центр временного содержания, это что такое? Ну, это, по сути, тюрьма, в которой содержат людей перед депортацией на родину. Ну, то есть, в данном случае, в свободную Украину. Но, подождите, раз там каратели, то возникает вопрос. Как это так? Принимающая сторона, которая так заботится о русскоязычных людях, русскоязычных гражданах Украины, как же она допустила, что эти люди попали в центр временного содержания? И история о том, как отправляют за нарушение миграционного законодательства России людей, бежавших от войны, очень-очень много отправляют даже этих орков, которые с автоматами скакали против украинской армии. Чему семья, естественно, не возвращается? Понятно, потому что вот Ричарду, вот как он мне рассказывал, тебе приходят повестки, да, сейчас? Каждый, да, 2 месяца, наверное, то есть, нас соседка достает с повестки из двери, то есть, приходит, даже спрашивает, где вы находитесь, а почему, ну, где они прячутся, кто знает, где они, то есть. А мы, как бы, идти обратно, то есть, убивать своих же, как бы, не хотим. Ну, понятно, с какими целями вас, очевидно, пытаются призвать в армию. Желание логично, нормальный человек, в принципе, не хочет убивать других людей. Однако, Ричарду нужно быть очень осторожным. Он сейчас получит российский паспорт и с большой вероятностью загремит в российскую армию. И тут шансов попасть в такой расклад значительно больше. Россия большая, войн много, Сирия, Украина, еще где-нибудь может возникнуть горячая точка. А в нашей стране, вообще-то, призывники не принимают участие в военных операциях. И это всем известно. Но этот синхрон здесь для чего? Чтобы показать, что какая она кровавая хунта. Пожелаем этому парню вообще избежать воинской повинности. Владимир Владимирович, уважаемый Владимир Владимирович, 29 апреля вы подписали указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганских областей, проживающих в Российской Федерации. Но под действием этого закона не подпадают я, моя семья и многие тысячи жителей, которые живут в России, у нас других территорий Донбасса. Мы вас просим, помогите нам с получением гражданства. Вот, собственно, и все. Прошел месяц и Владимир Путин подписал дополнение к своему указу. И теперь гражданство РФ по упрощенной схеме могут получить все жители Луганской и Донецкой областей. Интересно только, знаете что? Вот эти вот ребята и вот эта большая семья, они будут вынуждены ехать в Ростовскую область из-за набережных Челнов, чтобы получить вот этот вот паспорт. Ведь, согласно вот этой вот формуле, они должны обращаться в миграционные центры в Ростовской области. Хотя, скорее всего, эти ребята, эта семья уже с паспортами, потому что об этом лично сказал Путин. В отношении вашей семьи и семьи ваших родственников решение будет принято быстро. Объясните нам, пожалуйста, что нам ожидать от вас. Объясните, что нам ожидать от вас. Судя по всему, за пять лет жизни в России глава семейства понял, что картинка в ТВ очень часто отличается от реальной жизни. Хочу повторить, ну вот 29 апреля, вы упомянули об этом указе, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории Российской Федерации, в упрощенном порядке, получать гражданство Российской Федерации. Ну, почему-то опять же, когда касается практики, это сделать фактически невозможно. Или возможно, ну, за мзду. А в целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу для того, чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным. То есть, речь идет о людях, которые переехали в Российскую Федерацию после начала войны на Донбассе. Все это время, пять лет, они на птичьих правах. Ситуация меняется, и, наверное, это хорошо для конкретно взятых людей. Но почему-то никто не хочет переезжать в освобожденный от Украины, оккупированный Россией Донбасс. Ну, собственно говоря, даже, я уже говорил об этом, даже и не только находящихся на территории России. Я знаю, что вот в объеме информации, которую я изучал, там много вопросов от граждан Украины, которые не находятся на территории Российской Федерации, они находятся где-то за границей, кстати говоря, в том числе и на территории самой Украины. Чтобы получить соответствующее, получить гражданство России, нужно все-таки приехать в Российскую Федерацию. Они почему-то считают, что все граждане Украины хотят получить российский паспорт. Однако, давайте разберемся, что он дает. Исключительно возможность жить и работать на территории Российской Федерации. То есть, это касается тех, кто уже здесь. И если сравнивать, скажем так, ценность паспорта, то на данный момент паспорт гражданина Украины намного выше. Дело в том, что с вот этим вот прекрасным документом вы можете поехать как в Россию, так и на Запад. Мир открыт. Примерно так же отреагировали в МИД Украины. В частности, наше внешнеполитическое ведомство осуждает это решение и называют незаконной паспортизацию граждан Украины, которые живут в Донецкой и Луганской областях. Отмечается, что действия российской страны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства. Серьезная угроза безопасности на всем европейском континенте. Классно написано, но это не самое страшное, что сделала Россия против украинского государства. И да, тут дипломаты так и отмечают, что по сути, несмотря на все мирные инициативы нового президента, товарищи здесь в Москве планируют продолжать гибридную войну против нас. Остается открытый вопрос, почему люди из Донецкой и Луганской областей вынуждены оттуда бежать именно после прихода русского мира. Может быть это совпадение? Не думаю. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао! Это не комедия, это трагедия. Продолжение следует...